МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы смотрите новости недели на телеканале Беларусь4. Из всех событий, уходящих 7 дней, мы выделяем главные, не упуская ключевых деталей. Здравствуйте! Молодежь и предпринимательство. Десятый международный чемпионат собрал самых предприимчивых студентов из Беларуси, России и Украины. На крыле. В Гомельском аэропорту наметили 350 рейсов. Анастасия Кучинская узнала, как провожают самолеты и может ли наш аэропорт вновь стать птицей высокого полета. Работа и домик в деревне. Государственная программа переселения безработных позволяет найти работу нуждающимся практически в любой точке Беларуси, кроме столицы и областных центров. От любви до ненависти. Проблему насилия в семье в интервью с психологом Евгении Башкинцевой обсудил Александр Говейко. Все подробности этих и других событий из жизни региона в ближайшие 26 минут. Юбилейный международный чемпионат молодежь и предпринимательства в десятый раз собрал активных, талантливых, инициативных и легких на подъем юношей и девушек из Беларуси, России и Украины. Мероприятия в стенах Белорусского торгово-экономического университета потребительской кооперации длились три дня. Марина Джалая побывала на всех основных площадках и готова поделиться своими впечатлениями от молодежного бизнес-форума. День первый. В университете обсуждали аспекты развития молодежного предпринимательства в Украине, Беларуси и Молдове. С этого мероприятия в Гомеле стартовала неделя молодежного предпринимательства. На встречу собрались партнеры не только из озвученных стран, но и гости из Грузии, Латвии, Казахстана и Армении. Они обсудили тенденции развития молодежных инициатив и стартапов в своих странах. В каждой из них, несмотря на либерализацию законодательства, есть свои подводные камни. Например, белорусская страна отмечает необходимость более активно мотивировать молодежь заниматься бизнесом, делать все, чтобы их заинтересовать. Для этого нужно побольше удачных примеров их сверстников. Своим мнением поделились и участники из других стран. В Украине основной проблемой является неразвитый, нереализованный потенциал молодежи именно в организации своей предпринимательской деятельности. И в процессе своих исследований мы определили, что нашей молодежи не хватает практических навыков. Сходя из опыта наших стран, могу сказать, что необходимо представить им достаточных рычагов, институтов, которых позволили бы развивать предпринимательство. Во-первых, на начальном этапе очень важно, чтобы у них была поддержка, консультирование в данной области. День второй. Старт ключевого мероприятия недели 10-го международного чемпионата молодежь и предпринимательства. Еще до торжественного открытия в фойе развернулась выставка молодежных стартапов. Мы все обошли, посмотрели, познакомились. Например, чтобы поучаствовать в молодежном чемпионате, команда из Чебоксар преодолела более 1300 километров. Среди участников это самые дальние гости. Кроме, буквально говоря, бесконечного позитива от атмосферы мероприятия, они поспешили удивить жюри и всех посетителей чемпионата своим проектом. Его в Чебоксарском университете реализуют полгода. Рассчитан на выпускников, которые планируют поступать в кооперативный институт. Для них открыли специальные курсы по кулинарному мастерству. Участники платят только за продукты, из которых они вместе с наставниками готовят блюда. Кроме того, учатся их красиво оформлять, осваивают правила сервировки стола. Они все очень рады. Мы сделали еще дополнительные курсы, которые называются «Суббота в кооперативном», потому что народу желающих очень много и мест не хватает на «Школе вкуса». У каждого участника огонь в глазах. Юность, энергия, жажда победы и уверенность в своих силах атмосфера завораживала. Это чувствовал каждый. Они все такие молодые, красивые, оптимизмом заряжены. От них тоже заряжаешься оптимизмом. После знакомства с выставкой, на которой был представлен опыт практической реализации студенческих проектов о молодежном предпринимательстве, прошло торжественное открытие чемпионата. Музыкальные номера и слова поддержки от организаторов и членов жюри – все для хорошего настроения и победы. Университет и Центр бизнес-образования на протяжении 15 лет занимается поддержкой молодежного предпринимательства. И в настоящее время в рамках государственной поддержки тоже мы являемся активным игроком на рынке экономики. Программа «Максимум чемпионата» – это дальнейшее воплощение озвученных идей и представленных проектом на практике. Узнать, что кто-то из участников предыдущих чемпионатов открыл свое дело – это лучшая награда. Очень важно то, что мы комплексно проводим эти мероприятия, и они позволяют на одной площадке встретиться ведущим ученым различных стран, ведущим преподавателям, которые как раз развивают бизнес-образование в наших странах, студентам наиболее активным, которые имеют способности к инновационной деятельности, и представителям бизнес-кругов различных стран. Это очень важно для того, чтобы не просто научить студентов реализовывать какие-то идеи, но и внедрять их в практику хозяйствования. День третья. Эмоции и градус напряжения достигают максимума. Ведь это финальный этап, определивший в итоге самых-самых предприимчивых. Тех, о ком хочется верить, мы еще услышим. За право стать лучшими боролись 14 команд из Беларуси, России и Украины. Результат – победа за команды Херсонского национального технического университета. Они представили на суд жюри, которое состояло из 40 профессионалов, сразу несколько уже реализуемых проектов. Это квест-комната и площадка по продаже изделий, которые студенты готовят в процессе учебы для различных зачетов. Члены жюри говорят о том, что вы – это пример того, что хотят видеть в будущем на этом чемпионате. Чтобы был такой же потрясающий синтез теории и практики, чтобы проект уже был воплощен в жизнь. Расскажите, пожалуйста, о вашем проекте. Мне нравится уходить от реальности любыми методами. Бывает, рутина надоедает, и я ищу разные способы. Раньше это были компьютеры, когда я был маленьким ребенком, играл в игры. Потом я понял, что можно создавать что-то свое, какие-то свои сюжеты. И попутно узнал, что есть такое движение, оно постепенно набирает обороты. Однажды попробовал, мне очень понравилось. Я захотел сделать что-то свое, оригинальное. Потом нашлись единомышленники, это прекрасная команда, они подхватили эту идею. Как я уже говорил, из Крумы ее вместе раздули на мехах наших креативностей и взорвали. Второе место у наших ребят – студентов из Белорусского государственного университета транспорта. Замкнули тройку победителей, начинающие бизнесмены из минского филиала Белорусского торгово-экономического университета потребительской кооперации. Но без подарков и грамот, к чести устроителей, не осталась ни одна команда. В следующем году условия участия в чемпионате станут более сложными. Изменения предложила жюри нынешнего состязания. Например, проекты должны будут находиться на стадии практической реализации. Значит, чемпионат станет еще интереснее, перспективнее и весомее. Марина Джала, Игорь Морищенко, Валерий Гопанько. Новости недели. Вместе с трудовым вопросом решите квартирный. Насколько это реально, на своем опыте проверил житель Гомельской области. Александр Кот встал на биржу и через несколько недель получил не только возможность трудоустроиться, но и трехкомнатный дом в деревне бесплатно. О реализации государственной программы на примере конкретной семьи. Наш следующий сюжет. Этому малышу 15 дней. В рацион его кормление входит смесь концентратов и молоко. В подчинении сотни человек, под опекой почти 4 тысячи животных. Технологии кормления, порядок и здоровье парнокопытных. Ответственность за зоотехнику местного хозяйства серьезная. Однако и отдача хорошая. Зарплата 950 рублей. В комплекте к ней отдельный дом. Правда, ради этого Александру с семьей пришлось сменить статус горожан на статус деревенских жителей. Я пытался найти работу, но в принципе мне помогла биржа труда. Жилья у нас своего не было. То есть мы жили с родителями. Здесь свое уже все-таки жилье. Здесь я хозяин и есть хозяйка моя жена. Деревня Ровенская Слобода в 60 километрах от областного центра. В хозяйстве Держинский Агро почти 200 работников. И Александр не единственный, кто вместе с рабочим решил и квартирный вопрос. Жилищный фонд хозяйства, 93 дома, а также общежития. Главное условие – надо отработать минимум год. Александр здесь уже два года и пока покидать уютное место не планирует. Тем более есть перспективы карьерного роста. Дело в том, что в сельском хозяйстве просто не бывает, потому что тут работают только вот такие энтузиасты. Захотел, прошел работа. Работа очень хорошо. Человек старается, отношения к труду хорошие, амбициозные, грамотные. Поэтому молодым дорога, правда? Александр заочно учится в ветеринарной академии. Через месяц уже поедет за дипломом. А пока после работы возвращается в свой дом, где его встречают жена, маленькая дочь и сын. Привет, мой сын! Все расходы на их проезд взяло на себя государство. Также семье выплатили помощь. Девять бюджетов прожиточного минимума. Это почти две тысячи рублей. На эти деньги приобрели мебель, сделали косметический ремонт. Я не могу сказать, что очень сильно сомневались. Мы приехали, посмотрели дом. Дом нам понравился. Ничем не хуже, чем в городской квартире. Здесь газовое отопление, водопровод, центральная канализация. То есть здесь мы ничего не потеряли. Все здесь есть звездное небо, чистый воздух, которых не хватало в городе. По словам новоиспеченных сельских жителей, на жизнь здесь идет в два раза меньше, чем в городе, а заработок в два раза больше. И все это стало возможным благодаря госпрограмме переселения безработных, которая позволяет найти работу нуждающимся практически в любой точке Беларуси, кроме столицы и областных центров. Сейчас такие переселенцы есть во всех регионах страны. И все же их могло быть больше. Многие не знают о такой возможности. Других пугает новая жизнь. Александр же о своем выборе не жалеет. Зык живет. Будешь папе помогать сестой. Сыпь. Насыпай, насыпай. Давай, давай. Молодец. Кстати, он зоотехник в третьем поколении. Благодаря переезду на практике освоил дело своего деда. В деревне завел скотину. Теперь и сына постепенно приучает к семейному делу. Олеся Руденкова, Анна Ковалева. Новости недели. Только вдумайтесь. Каждое второе убийство в регионе совершается в сфере семейно-бытовых отношений. Каждый четвертый ребенок подвергается насилию в семье. В милицию каждый день поступает около 50 сигналов о семейных конфликтах. Статистика – это только вершина айсберга. Бьет – не значит любит, говорит семейный психолог Евгения Башкинцева. Далее в эфире наша постоянная рубрика «Актуальное интервью». Статистика преступлений в сфере семейно-бытовых отношений не радует. И это, надо полагать, вершина айсберга. Но ведь сколько людей не обращалось, сколько решила не выносить ссоры с избы. Честно говоря, угрожающая цифра. Потому что в лучшем случае это в 10 раз больше, чем обратилось. А в худшем – в 15-17 раз больше. То есть семейное насилие – это очень скрытый процесс. Это не то, что айсберг, а это тектонические пласты жизни наших сограждан. Так чем же опасны обиды и ненависть, которые копятся годами? Самое главное – это то, что обида и ненависть изменяют взгляд человека на окружающий мир. И оценить себя правильно в слове или, еще более того, в физическом действии человек утрачивает возможность. И тогда ответный удар происходит как в амоке, как в какой-то непостижимой страсти, которую очень трудно проконтролировать. Поэтому очень часто люди, которые совершили ответный удар, они не помнят той секунды, когда этот ответный удар наносился. И только спустя какое-то время они могут сказать, если бы мне отвернуть время назад, я бы удержался, я бы отошел. А в ту секунду он не в состоянии контролировать себя. Этим и опасен тот самый накопительный эффект. Вот, кстати говоря, в фильме, подготовленном УВД обл. полкома совместно с прокуратурой области, женщины, осужденные за убийство своих мужей и тиранов, говорят, я бы никогда не поверила, что я на это способна. Мы просто пили, а после он меня бил. Я терпела, мы снова пили, и он снова бил. А потом произошло непоправимое. Психология жертвы, все, кто терпят насилие, становятся жертвами, оно накапливается очень незаметно, очень коварно идет формирование этой роли. И в первые один, два, даже пять раз еще жертва не заточилась на обратный удар. Еще она не заметила, что ее характер, ее личность изменились. И только тогда, когда критическая масса этой обиды перехлестывает, переливается через грань сосуда терпения, только тогда вот эти все изменения, накопившиеся в личности человека, вываливаются наружу в ударе, в преступлении. Вы наверняка не раз искали ответ на вопрос, так почему же наши люди терпят и оттягивают решение таких важных вопросов до последнего? Может быть, это в нашем менталитете? Нет. Это в менталитете людей, которые не уверены в себе, которые думают, что они родились для того, чтобы соответствовать чьим-то требованиям, чьей-то оценке. Они все время эту оценку ждут. И от окружающих людей. Но самое главное – от близких людей, от условно близких людей. И тогда единственное, что может исправить положение, жертва должна себе отдать свой долг, сказать, я родился или родилась на этот свет не для того, чтобы стать жертвой насилия, а для того, чтобы прожить эту жизнь так, как предначертала судьба, счастливо и полноценно. То есть, другими словами, ваш совет не терпеть, ставить точку и двигаться дальше? Только так. Иначе в лучшем случае – тюремное заключение, а в худшем – деревянный ящик, из которого исхода не будет. Хорошо. А что бы вы посоветовали тем, кто надеется, что вот этот шанс будет по-настоящему последний и действительно поможет? Второго шанса нет. Один раз совершается акт насилия в семье. Только один раз. После этого должно быть очень серьезное обсуждение этого вопроса и пересмотр своих оценок. И себя, и этого человека, который совершал это действие. И если насильник не внял вашему запрету «не трогай меня больше», тогда бегите. Спасибо за это короткое, но содержательное интервью. Настоящий повод задуматься. До новых встреч в эфире. Спасибо. 1 июня «Гомель» впервые за 11 лет возобновит регулярное авиасообщение с Москвой. Перевозчик российская компания «Сибирь» станет совершать три рейса в неделю до октября. Если самолеты не будут пустовать, полеты продолжат. При низкой загрузке очередная реинкарнация маршрута «Москва-Гомель-Москва» будет завершена. Есть ли шанс сохранить это направление? И может ли «Гомельский аэропорт» вновь стать птицей высокого полета? Выясняла Анастасия Кучинская. До лета еще полторы недели, а пару отпусков в «Гомельском аэропорту» уже почувствовали. Движение существенно оживилось. Чартеры летят в Турцию, Болгарию, Черногорию, Египет. Самые популярные бюджетные направления. Долгие переезды крадут отпускное время. А самолет в этом плане самый комфортный способ передвижения. Полтора часа на регистрацию, еще четыре часа полета. И скоро эти пассажиры выйдут на морском берегу. Оказывается, из Гомеля до моря сейчас рукой подать. Четыре часа – это до Египта. До Болгарии, например, в два раза меньше. Сэкономленное время – первая причина, почему гомельчане хотят хоть и дороже, но лететь из своего города. Но есть и другие. Мы просто не хотим лететь через Бориспель. Там надо границу ждать и ехать куда-то добираться. А это наш родной город, здесь спокойнее. Куда летали? Два раза в Турцию, в Черногорию. В Египет? В Египет. Сами из Минска. Но летим из Гомеля, выбрали этот аэропорт. И на путевке это главное? И на путевке, да, конечно. Из Минска дороже, чем из Гомеля. Чартеры – это только для тех, кто купил путевку в турагентстве. По обычным билетам улететь из Гомеля летом можно будет в Калининград и Москву. Но это совсем не значит, что в остальное время аэропорт будет пустовать. Отсюда улетают и сюда же возвращаются самолеты с белорусскими детьми, проводящими лето на оздоровлении в Италии и Германии. И вахтовиками, работающими в Западной Сибири. Плюс бизнес авиации, техника МЧС. Время от времени приземляются и случайные суда. Аэропорт Гомель – запасной для 18 тысяч самолетов. Если на борту поломка или Минск не принимают, останавливаются здесь. Открытие каждого нового маршрута сотрудники, а их около 400 человек, встречают с оживлением. Здесь еще достаточно людей, которые помнят, как Гомель-авиа летала по всему Союзу. А маленькие Ан-2, пресловутые кукурузники, гоняли почти с той же регулярностью, с какой сегодня маршрутки от автовокзала. Летали у нас самолеты Ан-2 «Речки», «Ветка», «Светлогорск», «Октябрьский». Пользовались рейсы постоянно спросами. И самолеты пустыми не летали. В те же времена, практически в дневную смену, где-то было порядка 38 самолетов вылетов. То есть Москва, Санкт-Петербург, Мурманск, Петрозаводск, Минск, Гродно, Киев, Львов, Запорожье, Воронеж, Самара. Короче, рейсов было очень много. И билеты было достать невозможно. К земле Гомель-авиа прибил 98-й. Три года не было вообще ни одного регулярного рейса. К 2011-му компания была признана банкротом и перестала существовать. Нынешний руководитель аэропорта Павел Новоселов работает здесь больше 40 лет. Своими глазами видел и расцвет Гомельской авиации, и ее упадок. Говорит, что до 2011-го в лучшее не верилось. Но аэропортовый комплекс присоединили к Гомельскому фериалу «Бел-Аэронавигация». И ситуация стала исправляться. Когда предприятие перешло к нам в «Бел-Аэронавигацию», то есть была возможность обновлять основные фонды, производить модернизацию оборудования. Конечно, вы сами понимаете, наверное, когда нет финансов, сложно решать эти все производственные вопросы. За последнее время обновили кафетерий, транзитный зал, сделали другие важные, хоть и невидимые пассажирам работы. Уже этой зимой собираются заняться реконструкцией зоны вылета. Из сервиса, кроме кафешки, пока банкомат, медпункт и платная парковка. На ней, кстати, можно оставить авто перед отлетом, а забрать уже после отпуска. В Гомельском аэропорту хотят и готовы развиваться. Резервы есть. Мы можем обслуживать в час до 500 пассажиров. То есть это одновременное обслуживание двух достаточно больших воздушных судов современных. Ну, если брать, например, самолеты «Боинг», «Боинг», то это два самолета «Боинг-737-800» по 190 пассажиров. То есть одновременно на прилет и на вылет. 10 таких рейсов в сутки для нас переработать, но это никакая не проблема. Прошлые опыты простая математика показывают, летать есть кому. Только в Гомельской области проживает почти полтора миллиона потенциальных пассажиров. Еще соседние регионы, из которых до нашего областного центра недалеко. Впереди Гомельский экономический форум. Это хорошая площадка для поиска инвесторов и партнеров. В том числе и тех, кто захочет сотрудничать с Гомельским аэропортом. Его потенциал представляют ежегодно. Но логистика – дело сложное и дорогое. Формирование ценовой политики еще сложнее. Деньги умеют читать перевозчики и обычные пассажиры. Пока суммы не устроят все стороны, расцвета Гомельской авиации ждать не приходится. Но в этом году в послании белорусскому народу и национальному собранию президент Александр Лукашенко потребовал сделать Беларусь интересной страной для богатых людей со всего мира и по-настоящему привлекательным транзитным узлом. В кулуарах поговаривают и о туристическом безвизе для Гомельского аэропорта. А это обещает уже системные изменения. Анастасия Кучинская, Евгений Макинько. Специально для «Новостей недели». А теперь к новостям культуры. Уходящая неделя была богата на премьерные спектакли. На суть зрителей их представили все три Гомельских театра. В областном драматическом зрители увидели историко-психологическую драму «У воскресенья Лазара» по пьесе белорусского поэта и прозаика Глеба Гончарова. На сцене Гомельского государственного театра «Кукол» развернулась поучительная история «Не детские игры» по мотивам романа «Повелитель мух» Уильяма Голдинга. А в городском молодежном театре состоялась премьера спектакля «Эдип» по пьесе древнегреческого драматурга «Софокла». Обо всем самом интересном из мира культуры региона расскажет наш обозреватель Вероника Ворошилина. Уходящая неделя порадовала не только ценителей театрального искусства, но и любителей оригинальных экспозиционных проектов. Гомельщина с особым размахом встретила ежегодную международную акцию «Ночь музеев». На этот раз ее поддержали около 30 учреждений культуры нашего региона. Для ночных посетителей в них развернулся настоящий праздник искусства и красоты с интересными тематическими выставками и фотозонами, веселыми играми, конкурсами и квестами, яркими концертными программами и дегустациями блюд, а также многочисленными другими захватывающими сюрпризами. «Ночь музеев» в Гомеле по доброй традиции наступила задолго до темноты. Развлекательные мероприятия проходили не только в выставочных залах, но и под открытым небом. Картинная галерея Гавриила Ващенко и коммунальное унитарное предприятие «Кинотавр» к примеру организовали совместную творческую программу для людей, действительно влюбленных в кино. Здесь развернулся вечерний пикник на свежем воздухе с многочисленными арт-площадками. Музей истории города Гомеля в своем ночном празднике отразил тематику наиболее популярных увлечений горожан – занятия творчеством, музыкой и спортом. А областной музей военной славы провел благотворительное мероприятие «Хранители памяти», познакомив посетителей с редкими экспонатами амуниции и оружия времен Великой Отечественной войны. Дворец Румянцевых и Паскевичей в Международную ночь музеев вниманию посетителей представил программу «Не только классика». Она включила яркие танцевальные номера, интересные выставочные проекты, зрелищные театрализованные выступления и много других таинственных сюрпризов. В целом все учреждения культуры Гомеля и региона стремились удивить, впечатлить и зарядить своих гостей исключительно хорошим настроением. Неделя выдалась богатой и на премьерные спектакли. В Гомельском областном драматическом театре зрители увидели историко-психологическую драму о воскресине Лазара по пьесе белорусского поэта и прозаика Глеба Гончарова. Это история о революционерах, которые спустя 20 лет возвращаются с разным жизненным багажом на свою родину. Интересный детективный сюжет повествует об истории и культуре нашей страны. А на сцене Гомельского государственного театра «Кукол» развернулась поучительная история «Недетские игры» по мотивам романа «Повелитель мух» английского писателя Уильяма Голдинга. В центре внимания дети, которые оказались одни, без взрослых на необитаемом острове. В скором времени из цивилизованного общества их коллектив возвращается в первобытные строи, где царят тирания и жестокость. А в городском молодежном театре тем временем состоялась премьера спектакля «Эдип» по пьесе древнегреческого драматурга «Сафокла». Это одно из величайших произведений мировой драматургии, сюжет которого оказал влияние на творчество многих деятелей искусства. В спектакле ключевое внимание зрителей привлекает не череда событий, а душевное состояние и отдельные моменты внутренней жизни главного героя трагедии. Следующая неделя обещает быть не менее насыщенной. В Гомельском дворце культуры «Железнодорожников» состоится вокальное шоу «Один в один». Юные солисты примерят на себя образы популярных звезд эстрады и исполнят на сцене их песни, постараясь это сделать максимально похоже на оригинал. Концертные выступления будут сопровождаться яркими танцевальными номерами, впечатляющим световым шоу и красочным видеорядом. А тем временем во дворце культуры Мозырского НПЗ выступит заслуженный коллектив Республики Беларусь, театр танца «Алексис». Шоу программы «Зеркало» подарит зрителям поистине грациозные и завораживающие хореографические номера. С самыми интересными культурными событиями региона вознакомили Вероника Ворошилина и Евгений Макеенко. Обзор подготовлен специально для программы «Новости недели». И в завершении выпуска еще одна новость. Под окнами Гомельской городской больницы номер 3 появился огромный портрет девушки. Изображение с основными шишками выложил пациент. Молодой человек работал над воплощением своей задумки два дня. По мнению очевидцев, таким необычным образом парень изобразил свою девушку. На этом у меня все. Мы встретимся вновь в следующее воскресенье, чтобы вместе подвести итоги недели. До свидания.